Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня будет очередная тема, очень интересная. Рамка-изолятор для сохранения маток в зиму. Она будет небольшая статейка, весьма интересная. Она имеет такое свойство, что, обратите внимание, что требуется малое количество пчел и сохраняется в помещении от семьи. Вот что интересно, советую вам выслушать и малок затрат миода. Зимой и ранней весной в некоторых пчелиных семьях гибнут матки. Особенно часто это случается в семьях больных назематосом. Если в хозяйстве запасных маток нет, безматочные семьи присоединяют к полноценным и тем причиняют двойной ущерб, распространяют по пасеке инфекцию назематоса и сокращают число семей. Для сохранения запасных маток зимой обычно пользуются нуклеусами на 3-4 стандартных рамки. Способ этот хорош, но не дешевый, потому что требуется очень много меда и много пчелы. Мы предлагаем способ зимовки маток экономически более выгодный и вместе с тем обеспечивающий полную их сохранность. По размеру гнездовой рамки изготавливается специальный изолятор. То есть размер гнездовой рамочки берется приблизительно вот такой вот, изготавливается специальный изолятор на 5 отделов. Два отдела одинаковых идут и с этой стороны два отдела одинаковых, а здесь немножко уменьшены в два раза отдел. Сейчас я вам это приблизительно буду показывать, как оно тут сделано. Ну, так сказать, это копия журнала и журнал старины. Видимость, так сказать, тут расплывчатая немножко. Я и хотел бы показать лучше, но не получится, как говорится. Ну, главное, слушайте внимательно. Мы предлагаем способ зимовки маток экономически более выгодный и вместе с тем обеспечивающий полную их сохранность. По размеру гнездовой рамки изготавливается специальный изолятор. По вертикали он имеет 5 секций, каждая из которых состоит из 3 отделений. В 12 отделениях помещается по 2 рамочки сотам размером 85 на 70 мм. В остальных трех отделах по одной рамочке с одной стороны секции закрываются крышками, которые перемещаются между пазами, с другой наглухо прибитой мелкой металлической сеткой, чтобы при осмотре отделений не повредить маток и пчел. Между отделениями по горизонтали пробиваются планки размером 10 на 24 мм. Эти планки укрепляют рамочки и оставляют пчелам постоянный проход между сеткой и сотиком рамки. Сотик заготавливают в пору главного взятка. Стандартную гнездовую рамку вставляют в 18 секционных рамочек с искусственной вощиной и помещают в гнезда наиболее сильных семей. Пчелы их охотно отстроят и зальют медом. В течение сезона их можно затоить сколько угодно. До соселения изолятора матками и пчелами в отделение вставляют по рамочке с медом. Имеется ввиду маленькие сотики с рамочками. Ну это как говорится секционный мед наподобие такого. После этого и в каждое отделение пускают 60-70 пчел и одну матку. До похолодания заселенные рамки изоляторы лучше всего хранить в сильных семьях, а потом в пустых утепленных улях в жилой комнате. Пчел заменяют через каждые 60-70 дней. То есть 2 месяца посидели приблизительно, можно заменить. Для этого предварительно заселяют пчелами запасной изолятор. То есть еще одна такая рамочка. Заселяют туда сначала пчел, а через сутки подсаживают в него матку из старого изолятора. Этот способ значительно снижает себестоимость перезимовавших маток. На сохранение одной плодной матки расходуется не более 50 граммов пчел и 250 граммов меда. Это в 5-10 раз меньше, чем обычный нуклеус. Сохраненные таким образом плодные матки качество своего не теряют. И еще небольшие, так сказать, вопросы небольшие. Такого порядка. В сотах поставленных улей для осушки я нашел по 10-15 запечатанных ячейок. Скрыв ячейки, обнаружил, что они пустые. Почему пчелы запечатали пустые ячейки? Ответ. Такие случаи наблюдали и другие пчеловоды. Причины, вызывающие запечатывание пустых ячейок, пчелами пока неизвестны. Может, кто знает, может ответить. Вопрос. Я обнаружил вшей браул на пчелах и на матке. Как с ними бороться? Ответ. Бороться с овшами можно эффективно в теплое время года при помощи нафталина. На дно уля с пораженной семьей постелите лист бумаги. Можно газету. А вечером через литок поставьте коробочку с 5-20 граммами нафталина. Ну, до 10 желательно, потому что 20 это много. В зависимости от силы семьи. Коробочку накройте сверху густой металлической сеткой. Литок оставьте открытым. Под влиянием паров нафталина вши осыпаются на дно уля. Откуда их утром еще до начала лета пчел извлеките вместе с бумагой. И ничтожьте. Нафталин на день уберите. Бумагу и нафталин помещайте в течение 3-5 ночей. До полного освобождения пчел от вшей. Еще вопрос. Я обнаружил запечатанный роевой маточник. При вскрытии он оказался пустым. Ни куколки, ни матки в нем не было. Почему пчелы отстроили и запечатали пустой маточник? Ответ. Часто матки при выходе из маточника подгрызают крышечку. Не по всей окружности. Выходя из маточника, матка надавила на крышечку и она захлопнулась. Пчелы замазали щель по краям крышечки. Такой маточник производит впечатление совершенно целого. Вероятно, в описанном вами случае имело место такое явление. Еще один маленький вопрос. Проходя по пасеке, я обнаружил в траве кучу пчел. А внутри ее матку с поврежденной задней ножкой. Откуда могла взяться эта матка? Ответ. Скорее всего, матка-калека вышла из улья при тихой смене маток. Матка с поврежденной ножкой нормально откладывать яйца не может. И пчелы при ее жизни выводят себе молодую. После спаривания молодой матки старая покидает не с дом. Итак, друзья, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Жду ваших комментариев. До свидания.